Всем тихой ночи, когда люди говорят об объектах SCP, они обычно представляют себе страшных монстров, или какие-то грандиозные истории о рождении и смерти целых миров. Или может даже эпизод, где группа МОК Фонда лихо воюет с неведомым, в мирах, наполненных древним ужасом. Ну или просто в комплексе содержания, где этот самый древний ужас устроил побег. Если читать документацию по самым популярным SCP-объектам, обычно мы что-то из этого и видим. Однако на самом деле популярные объекты – это лишь малая часть мира SCP. Большинство же документов Фонда отражает обыденность мира аномального. Как живет этот наполненный неведомым мир, мы можем увидеть на примере небольшой группы объектов, которые собирательно называются объекты семьи Бонифей. Когда фонд SCP занимался поиском различного аномального инвентаря для детских площадок, то есть горок, качелей и всего такого прочего, агенты решили проверить висящую на веревке шину, которая использовалась местными жителями в качестве качелей. И дело было в том, что ветка, на которой висели эти качели, давно обломилась, однако сами они не падали, а продолжали висеть как бы на невидимой опоре, и при этом на них вполне было возможно кататься. Сотрудники Фонда смогли отвязать веревку от несуществующей опоры, и в результате развязывания нехитрая конструкция упала на землю, а затем была доставлена в камеру содержания с номером SCP-1896. Однако предмет не просто лежал на полу хранилища, шина неизвестным образом повисла над землей, а веревка привязалась к невидимой опоре под потолком. На видеозаписи было видно, что как будто кто-то невидимый забрасывает веревку на невидимую же перекладину, и это еще удается невидимке не с первого раза. В дальнейшем камеры наблюдения зафиксировали и другие странности, например, шина иногда начинала раскачиваться, так как будто дул ветер, или двигаться так, как если бы на нее кто-то забирался. Конечно же, ученые SCP решили провести несколько экспериментов, и усадили на качели сотрудника класса D, у которого была совсем простая задача – сидеть на качелях и в течение пяти минут раскачиваться. Испытуемый сообщил, что когда качался, он все меньше воспринимал мир вокруг, и, как ему казалось, погружался в другую реальность, где вместо душной камеры содержания дул ветер, был слышен шум листвы, вокруг бегали дети, и смеялась какая-то женщина, пели птицы и шумели сверчки. Иллюзия пропадала сразу же, как стоящий рядом сотрудник фонда касался качелей. Было проведено еще несколько экспериментов, в каждом из которых иллюзия становилась все ярче. Подопытные, качавшиеся дольше 45 минут, очень удивлялись, когда эксперимент заканчивался, ведь они уже были уверены, что находятся посреди поля с огромным деревом, к которому привязан объект. Также на 40-й минуте эксперимента все испытуемые слышали, как смеющаяся в начале женщина кого-то зовет по имени, крайне встревоженным тоном. Дальнейшее расследование аномальной активности в месте обнаружения качелей привело сотрудников фонда к еще одному предмету, а именно к альбому с фотографиями. Его особенностью оказалось то, что каждый раз, когда альбом открывают и закрывают, фотографии в нем расположены в другом порядке. Также меняется и количество страниц. Альбом был сдан на хранение, как SCP-1890. Когда исследователи фонда осматривали этот объект, было замечено, что на одной из фотографий изображены грубые качели, сделанные из веревки и шины. И это был тот самый SCP-1896. На других фотографиях по большей части можно увидеть различных людей. И несмотря на то, что фотоальбом подписан как семья Бонифей, все они явно имеют разную этническую принадлежность. Ни одного из сфотографированных людей опознать не удалось. А судя по стилю их одежды, все они жили в начале 20 века. Для уточнения аномальных свойств предмета, фонд усадил сотрудника Д-класса и приказал ему листать страницы и рассматривать фотографии. Чем дольше подопытные смотрели на фото, тем более детальными становились описания того, что они видят. Через какое-то время подопытные начали сообщать информацию о таких вещах, которые невозможно узнать, просто разглядывая фотографии. Один из задействованных сотрудников класса Д, после суммарно 12 часов разглядывания фото, заявил, что это семья Бонифей и дал максимально подробное описание каждого увиденного человека. При этом, вернувшись в бараке Д-класса, он не узнал никого из тех, кто там находился. Среди фотографий альбома нередко встречается такой сюжет, что член семьи Бонифей сидел и играл на банже, на грифе которого царапинами была написана надпись Бон. Такой инструмент даже удалось найти в ходе расследования. Любой человек, взявшийся за инструмент двумя руками, испытывает огромное желание начать играть, и делает это на очень высоком уровне, даже если до этого совершенно не умел играть на подобных инструментах. Во всяком случае, если судить по движению рук, потому что несмотря на вибрацию струн, никакого звука не было слышно. Этого свойства предмета оказалось достаточным для того, чтобы спрятать его подальше и назначить ему номер SCP-1928. Однако этот эффект оказался не единственным. Через семь дней после помещения инструмента в мощный стальной контейнер в камере содержания раздались звуки игры на банже, к которым вскоре присоединилось пение. Причем игру на инструменте было слышно так хорошо, как если бы никакого контейнера не было. Посмотреть на явление собрались ученые со всей зоны. Также на всякий случай привели несколько сотрудников класса D. Каждый из них описывал поющий голос и саму песню совершенно по-разному. Кто-то говорил, что поет старик, кто-то что ребенок. Некоторые утверждали, что поет взрослая женщина. И никто не мог вспомнить тексты песни. На аудиозаписи была только статическая помеха. Зато вот мелодию, которую слышали люди, все описывали одинаково. Это была именно та мелодия, которую беззвучно играл, взявший в руки инструмент человек семь дней назад. Эти эффекты заинтересовали ученых, и они решили провести еще несколько экспериментов. Для первого был взят сотрудник класса D, который находился под влиянием альбома, то есть знал всех членов семьи Бонифей наизусть, но не узнавал никого из тех, кого видел до этого. Он взял в руки банджо и сразу сказал, что это инструмент некоего малыша семьи, и начал на нем играть. После игры человек в оранжевой робе также поделился информацией, что этот банджо был подарен этому самому малышу на какой-то свадьбе, где тот был. Эксперимент был повторен несколько раз, и каждый раз подопытные говорили, что это банджо некоего малыша. Но вот по поводу происхождения предметы рассказывали отличающиеся истории. Один сказал, что эту вещь изготовил местный фермер, другой заявил, что он сам выменял его у ведьмы. Далее для эксперимента были взяты сотрудники D-класса, которые до этого качались на аномальных качелях SCP-1896. В руках у таких банджо также проявило свои свойства. Человек начинал играть, даже если до этого совершенно этого не умел. При этом мелодию было слышно как обычно, то есть вторично аномальный эффект не проявился. И наконец был задействован сотрудник, который качался на качелях в течение нескольких дней и разглядывал альбом. Взяв в руки инструмент, он не только начал играть, но и запел, утверждая, что это старая семейная песня. А после исполнения рассказал историю того, как семья Бонифей приобрела это банджо. Эксперимент был повторен несколько раз, и каждый раз подопытный пел совершенно новую песню и рассказывал новую историю инструмента. В ходе этого эксперимента наблюдалось странное явление. В документах фонда SCP, лежавших недалеко от места, где подопытно играл на банджо, начали появляться слова и фразы, которых ранее там не было. Чаще всего это было слово «семья», словосочетание «в воде» или фраза «прошу проявить уважение к моему возрасту». Однако больше всего изменилась местная газета, которую сотрудники фонда нашли в ходе расследования. В ней в разделе некрологов появилось много новых записей, все из которых содержали заметки об умерших людях с фамилией Бонифей. Также изменилась и одна из фотографий в газете. Вместо фото обычного пейзажа появилось изображение группы людей. После этого случая фонд SCP решил, что эксперименты с объектами могут быть опасны, и прекратил их, отправив все три вещи на постоянное хранение, чтобы больше их никогда никто не извлекал. Секрет семьи Бонифей и их загадочных вещей так и остался нераскрытым. В этих трех объектах нет какого-то страшного монстра. Они не показывают нам десяток новых миров мультивселенной. В них нет событий космического масштаба. В этих объектах сотрудники фонда занимаются своей ежедневной работой. Находят и изучают непонятные штуки. Про такие объекты не снимут короткометражки, не сделают игру, но они показывают, как вообще живет мир SCP. Такие тексты, как по мне, отлично создают атмосферу таинственного и непонятного, всего того, что призвано прятать в своих огромных стенах организация. Всем пока!